Олди Генри Последний лист В небольшом квартале к западу от Вашингтон к сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает сама себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина по счетам, закраске, бумагу и холст может повстречать там самого себя, идущего во своясе, не получив ни единого цента по счету. И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич Виллидж в поисках окон, выходящих на сквер, кровель 18-го столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с 6-ой авеню несколько оловянных кружек и одну-две же ровни, и основали там колонию. Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси – уменьшительная от Джоанны. Она приехала из штата Мэйн. Другая девушка – из Калифорнии. Они познакомились в одном из ресторанчиков на 8-ой улице и нашли, что взгляды их на искусство, салат из цикория и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае, а в ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв. Но здесь, в лабиринте узких, поросших мхом переулков, он плелся нога за ногу. Господина пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног. И в Джонсе лежала неподвижно, накрашенной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением космотех правей вызвал Сью в коридор. «У нее один шанс. Ну, скажем, против десяти», сказал он, стряхивая ртучь в термометре. «И то, захочет ли она сама жить». «Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправится». «О чем она думает?» «Ей... Ей хотелось написать красками неаполитанский залив». «Красками?» «Чепуха!» «Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы подумать? Например, мужчины?» «Мужчины?» переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. «Неужели мужчина стоит?» «Да нет, доктор, ничего подобного нет». «Но тогда она просто ослабла», решил доктор. «Я сделаю все, что буду в силах сделать, как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессе, я скидываю 50% с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти». После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая ректайн. Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которые молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из айдаха в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати подруги. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. Двенадцать. Произнес на одна и немного побгодя. Одиннадцать. А потом десять и девять. А потом восемь и семь. Почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатыми, подгнившими у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за спающиеся кирпичи. «Что там такое, милая?» спросила Сью. «Шесть», — едва слышно ответила Джонси. «Теперь они облетают гораздо быстрее». Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась к считать. «А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять». «Чего пять, милая? Скажи своей Сьюзе». «Листьев на плюще». «Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?» «Первый раз слышу такую глупость», — с великолепным презрением отпарировалась Ю. «Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка. Не будь глупышкой». «Да ведь еще сегодня доктор говорит мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же он это сказал, что у тебя десять шансов против одного? А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома». «Попробуй съесть немножко бульона». Или дай твоей Сьюзе закончить рисунок, чтобы она смогла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки из свиных котлет для себя. «Вина тебе покупать больше не надо», отвечала Джонси, пристально глядя в окно. «А вот и еще один полетел». «Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру я». «Джонси, милая», сказала Сью, наклоняясь над ней, «обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать. Ведь я должна сдать иллюстрацию на завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору». «Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» холодно спросила Джонси. «Мне бы хотелось посидеть с тобой», сказала Сью. «А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья». «Скажи мне, когда кончишь?» Закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя. «Потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать, я устала думать. не хочется освободиться от всего, что меня держит. Лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев». «Постарайся уснуть», сказала Сью. «Мне надо позвать Бермана, и я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. И я самое большое на минутку отлучусь. Смотри же, не шевелись, пока я не приду». Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но так даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, рекламы и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал еще кое-что позируем молодым художником, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил за поем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сиюза стала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной коморке нижнего этажа. В одном углу 25 лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сию рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» – кричал он. «Возможно ли такая глупость умирать от того, что листья падают с проклятого плюща? Первый раз слышу!» «Нет, не желаю позировать для вашего идиота и отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой?» «Ах, бедная маленькая мисс Джонси!» «Она очень больна и слаба», сказала Сию, «и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии». «Очень хорошо, мистер Берман, если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А все-таки, думаю, что вы противный старикан, противный старый болтунишка». «Вот настоящая женщина!» – закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами». «Полчаса я говорю, что хочу позировать». «Боже мой, здесь совсем не место болеть такой хорошенькой девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да-да!» Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой, синей рубашке улегся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы. На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Подними ее, я хочу посмотреть!» шепотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. «И что же?» После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща. Последний! Все еще темнозеленый из тибелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной, тления и распада. Он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей. «Это последний», сказала Джонси. «Я думала, он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда умру и я». «Да Бог с тобой!» сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой ко всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерке они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, а потом, с наступлением темноты опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штуру. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой, Сьюзи», сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Знаешь, дай мне немного бульона, а потом молока с портфейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь». Часом позже она сказала, «Сьюзи, я надеюсь, когда-нибудь написать красками неаполитанский залив». А днем пришел доктор, и Сьюзи под каким-то предлогом вышла с ним в прихожую. «Шансы равные», сказал доктор, пожимая худенькую дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного внизу. Его фамилия Берман, кажется, он художник». Тоже воспаление легких. Но он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу. Там его будет спокойнее. На другой день доктор сказал Сью, «Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно». В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. «Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра?» «Да, милая, это и есть шедевр Бермана». Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова